Плауд только что вышел, и он удивил меня, насколько хорошо он был сделан. И я чувствую, что качество было действительно показано с первого момента, когда изображение и звук попали в мои глаза и уши. Семиминутная вступительная часть, которая ознаменовала конец света, была так хорошо продумана и оставалась в моем сознании, что я просто не мог избавиться от нее. Поэтому я подумал, надо разобрать эту часть и обсудить, почему она идеальна. Итак, начнем. Почему вступление в сериал Fallout идеально? Это видео будет содержать спойлеры. Песня в этой сцене, прозвучавшая на протяжении всей сцены, была прекрасна. Когда мы вошли в шоу с черного экрана, играла песня Нета Кинга Коула Orange Colored Sky. Оглядываясь назад после конца сцены, я осознал, это был идеальный выбор. Небо озарялось оранжевым от ядерной бомбы, падающей на город. Слова «Я шел», занимаясь своими делами. Оранжевое небо. Вспышка. Бам. Алаказам. Идеально описали сцену. Песня изначально описывала влюбленность. Но в данном контексте текст принял иной смысл, идеально описывающий происходящее на сцене. Трение в текстах песен о любви и войне – не редкость. Например, эта сцена происходила во время праздника, дня рождения. Однако она закончилась паникой, ставшей смертью для многих. Так трение, наполненное противоположностями, встречались в различных вариантах. Это отличный творческий выбор, так как заманивал в обманчивое чувство безопасности. Будь то окружение, эмоции или звук – это отличный старт для сцены. Мне понравилось, что хотя это было начало, называется как конец. Это был конец света, который они знали. До падения бомб. Не поймите неправильно, не так уж и оригинально. Но мне понравился юмор в этом. Возвращая, наше чувство беспокойства ощущали несколько раз в течение этих 7 минут. К примеру, радиостанция упомянула, что президента не видно. Радио также говорило о Анкоридже, о панике ведущего погоды, говорящего, что не видит смысла в делании. Погода, если через неделю не будет мира, а также мать просто пытается отпихнуть все в сторону и смахнуть. Маленькие моменты проливали свет на мир за пределами дома, с которым мы не были знакомы. Все, что знали мы – день рождения и очевидность опасности через радио и ТВ. Тревожная обстановка действительно ощущалась, несмотря на то, что это были малые моменты, которые нам скармливали по капле. Помимо угрозы бомбы, нас знакомят с Купом и Джейни. Куп впоследствии стал упырем. Кого мы слежали в сериале, но мы пока что не знали о нем ничего. Это стало понятно после просмотра сериала. Некоторые диалоги в этой сцене начали осмысливаться и имели вес. Например, мы видели, как он работал на детских праздниках. Родители были в недоумении. Пройдя весь шоу, понимаем, что он терял работу из-за связи с Волтек. Студии не хотели контактировать ни с ним, ни с ними, так как он работал на них. Показано, что хоть он и терял работу в сериале, когда упали бомбы, звезды из него уже не было. Он раньше был знаменитым актером, но стал отставником и вынужден устроить вечеринки, чтобы выжить. Это показывает, как Волтек повлияло на него, профессионально и лично со всем, что произошло с его женой Барб. Попросили показать большой палец на фото. Он отказался из-за обстоятельств. Во время третьего эпизода мы видели, как он сделал фотосессию в защитном костюме Волтек, носящемся внутри хранилищ, в конечном итоге закрепив позу большого пальца вверх. Но позже, через 219 лет, он возмутился рекламным щитом, где был изображен персонаж. Основанный на нем, это показывало, что у него была глубокая неприязнь к Волтек и будущему тающемуся внутри него. И эта неприязнь началась, когда он узнал правду о Волтек и о том, что они будут бомбить город. В конце концов, конец света – это продукт, и это было то, с чем он просто не соглашался. Тот факт, что родители сказали ему. Это то, чем ты известен, когда он не хотел поднимать большой палец вверх, был подколкой в его адрес. Это показывает, что несмотря на успешную актерскую карьеру, то, чем он был известен и его наследия были связаны с поддержкой Волтек. Волтек – компания, которую он теперь презирал. Компания, которая показала его жену злой, отняла у него карьеру и разрушила его жизнь. Это все стало понятно после просмотра шоу. Мы видели, как он сначала желал работать с Волтек, а потом понял, что это компания, готовая убить множество людей ради денег и игры в бога с жизнями людей. Все это было в голове Купа на протяжении всего этого короткого вида, только мы об этом еще не знали. Когда взрыв произошел, я думал, что это было отлично исполнено. Вся сцена в замедленном кино и тишине была идеальна. Мы не видели падения бомбы перед нашими глазами или глазами героев, но видели, как она падает, отражаясь в окне, что делает это еще более пугающим. Мы сосредоточились на реакции Джейни – страх, нервозность, незнание действий. Мы заметили, как дым поднялся в небо на уровень небоскребов, а затем небо заполнило оранжевое свечение, о котором пел Нед Коул. Смерть была близка, а конец, упомянутый в начале, уже настал. Мне также понравилось, как сила бомбы стремительно приблизилась к дому, и выпущенная ею энергия разрушила все окна. Напряжение возникло при виде приближающейся бомбы и неизвестности последствий ее взрыва. Я сопоставил эту сцену с мини-сериалом «Чернобыль», где случился взрыв. Мне казалось, что в том эпизоде исполнение было также хорошо. Наблюдение, произошедшего из окна квартиры, похоже на это, когда энергия проникает сквозь дом, является эффективным способом это показать, потому что звук теряется, что раскрывает мощность взрыва. Взрыв, и мы видим двух друзей. Один друг не пускает другого в бункер, говорит, что места нет, затем бьет его. Это как бы демонстрация того, что цивилизация отступает быстро, как мы видели спустя 219 лет. Всего пара мгновений после взрыва, и беззаконие, и насилие становятся нормой. Куб и Джейни уезжают, музыка нарастает, самый мощный взрыв завершает сцену. Идеальное завершение катастрофы. Мы видим, как мир пришел в такое положение через 219 лет, когда быстро перемещаемся в будущее. Вступительная сцена оставляет тревожный фон и понимание предстоящего шоу, независимо от того, смотрят ее впервые или нет. При повторном просмотре вы замечаете черты характера, придавая этой сцене большую важность. Это был идеальный способ открыть шоу, и я был зацеплен с самой первой ноты песни Нетта Кинга Коула. Итак, вот почему вступительная сцена в сериале Fallout идеальна. Если хотите увидеть полный обзор на Fallout, нажмите на карточку в верхнем углу, или как вариант, ищите на моем канале и видео там. В этом видео я расскажу.